Жалкая замена литературы с Дмитрием Быковым. Будут защищать Мишу, а ты будешь сервятник. Та-та-та-та-та-та-та. Маленькая беседа, анализы. То есть и я могу пойти? Не знаю, я по блату сходил, скажу честно. А я возьму, посмотрю в ТикТоке какую-то фигню. И вдруг я могу идти по улице и вот так встать, и вдруг сделать вот так. Немножко... Скажи, это монетизируется хоть как-то? Денег нет, но вы держитесь. Ну, сука, кому-нибудь скажешь? Убью. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире жалкая замена литературы, сокращенно ЖЗЛ. И наш сегодняшний гость Юрий Стоян. Юра, привет. Привет. Вот. Я начну сразу с того, что меня мучает. Заниматься сатирой стало невозможно, потому что действительно смешней. Ты не можешь ее переродить никак. Значит ли это, что сатира как жанр, по крайней мере, в России на ближайшее время подохла? Нет, конечно. Ну, потому что традиция вообще и сатиры, и юмора в России, что чем хуже, тем лучше жанру. Так было всегда. Ну, по сути дела, ну, как это, хоть вот так, хоть фигой в кармане, но про что расскажу? Расскажу про то, как жить плохо. Но дело в том, что раньше они хоть сами верили в то, что говорят. Теперь они не верят, так что над чем мы смеемся? Ты знаешь, а я вообще, я бы себя так сатириком бы не называл, а если бы называл то с очень большой натяжкой. Мне интереснее, ну, плевать вперед туда, в вечность. И что это будет? Ну, вот смотри. Вот, допустим, хорошая была программа «Куклы». Да. Хорошая, правда? И сейчас можно пересмотреть. И вот я недавно начал ее пересматривать. Ту старую НТВ-шнюю Шандоровичевскую. Да. И пока в моей голове соединилось, кто такой сосковец, кто такой шумейка. То есть это очень скоропортящийся продукт. Ну, да. Очень нужный сиюминутно. Но все равно это талантливо. Это талантливо сделано. Дальше. Я начал пересматривать, чего я почти не делаю никогда. Себя. Ну, не себя, а городок. Да. И я очень почувствовал время. В гораздо большей степени, чем через имена тех... Да, которые нами рулили. Это понятно. Стебутся над ними. Я увидел, в чем мы ходили. Я увидел, что мы ели. Что болело. Что ненавидели. Я увидел, что любили. Ну, как-то человечески там время сохраняется лучше. В этом холодильнике. Не связанном. А чем сейчас можно смеяться? Вот так объективно. Что ты сейчас делаешь? Я что делаю? Я снимаю сейчас. В разном. А программы свои нет? Или... У меня нет телевизора. Ну, это твое счастье. А я же не могу без этого. Я его тоже не смотрю, но я для него работаю. Я снимал... Я создал маленький YouTube-канал. Впервые в жизни я вообще с интернетом. Не с интернетом. Профессионально я дружил с интернетом. А с социальными сетями... Никогда. Никогда в жизни. Но продюсеры попросили сделать страничку в Инстаграме, в которой ничего нет, кроме постановочных роликов, которые я снимал всю пандемию. Из-за пандемии я снял 70 маленьких таких вот... Боевых киносборников. Да. Но они все в духе все равно старого городка. Нет, ну там есть пару жестких историй, конечно. Но они все такие трогательные, очень узнаваемые. Персонажи живут у меня за забором. За моим. В большинстве своем оператором. Нет, экранизация анекдотов. Нет, нет, нет. Это написаны и придуманы истории конкретно про нас на пандемии. И я это сделал первый. Буквально через неделю после того, как нас закрыли. Они были очень популярны, они так разлетались. Ну расскажи хоть немножко, что это были за... Приведи пример. Вообще, как это все произошло? Я нашел на чердаке 12 париков от городка. Дальше у меня есть ручка. Замечательная, вот как ваш оператор ездит. Вот такая же ручка. Я попросил, мне привезли вот эти маленькие приборчики домой. Плюс у меня есть участок, на котором где-то 12 соток. Какие-то локации, мастерская. Небольшой, совсем небольшой, совсем небольшой дом. Но в котором можно распределиться, как бы там живут разные люди. Разные-разные-разные-разные люди. Ну и дальше при наличии... Ну я самый простой тебе пример я приведу. Вот так начало пандемии. Человек собирает мусор. Просто собирает на участке мусор. Потом, вот эти твари сейчас все приедут. Вот марш эта вся соседская. Сейчас они понаедут и будут здесь жить. А ты слышал, по телевизору говорили, что венец у дельфины вернулись. А на дачу вернулись соседи мудаки, которые все время бухают, орут и ведут себя, как свиньи. Ведут себя, как свиньи! Вроде никого. А не был бы интеллигентным человеком, насрал бы. Вот очень простая, простые штуки. Затем сантехника. А когда проходит уже месяц, там можно сказать будет крепкое слово? Можно, можно. У нас все можно. Ну просто там это есть. Можно. Лежит человек на диване, обложенный философской литературой, литературоведческой, научной. Подумаю. Света, оказывается, Томас Карли считал идеал в тебе самом. Препятствие в достижении его в тебе же. Интересно. Света, оказывается, Лев Толстой считал Шекспира весьма посредственным автором. Каково? Надо же. Света, а был братом его жены, то бишь Шуриным. Слушай, я чего боюсь, когда карантин закончится, другие сантехники тебя не отпиздят? Не знаю, не знаю, могут. Ты не говори пока ничего, Света, не говори. А он сантехник. Конечно. Сантехник на карантин. На пандемии, да. Через три месяца заговорил на эти темы. Он говорит, могут, но ты им пока ничего не говори. И вот такие истории их. Ну, ты нашел себе гениальное занятие. 70 штук. Мне было так клево. Да. Я тебе должен сказать, что я, если бы за это еще вот платили за пребывание на карантине, я бы не уходил оттуда. Казалось бы, я человек, я людоед, я должен питаться людьми для того, чтобы их играть. Оказывается, ты кого-то помнишь. Оказывается, я не соскучился абсолютно по образам. Я их помню. Все лежит в голове. И мне бы еще на годик хватило, если бы это не связано было с общей какой-то планетарной бедой и не такой жуткий контекст. И все сценарии ты сам себе писал. Нет, у меня есть несколько авторов. Я набрасываю. Я говорю, знаешь, у меня вот пруд, пруд, на пруду стоит такая имитация корабля парусного. Я хочу сыграть такую еврейскую ассоль и плыть на этом корабле. И там должно быть то-то, то-то. И ровно через 5 минут я получаю 5-10 вариантов. Начинаются съемки. Бэкстейдж. То есть я могу сниматься только вот домик, площадка, мои партнеры, питание, микрофоны, свет. Вот этого бэкстейджа только я снял штук 20. Ну вот перерыв есть один час. Я успевал за час снять две истории. Ну там, к примеру, человек разгадывает кроссворды. Та-та-та-та-та-та. Так-то. А рядом товарищ. А это что означает? Так. Великий русский актер. Да ладно. Ну, не может быть. Ну хорошо. Стоянов. Смотри, великий русский актер. Вот 6 по горизонтали. Стоянов. Тот берет, говорит. Ну, во-первых, здесь неправильно написано. Тут ракета. Во-вторых, это самоходка. А великий русский актер. Здесь получается Любшин. Да? Ну, сука, кому-нибудь скажешь? Убью. А почему мы снимать не начинаем? Вот вы бы с Любшиным бы так пообщались. Вот так бы относились. Твари. И уходит человек. Вот такие какие-то обыкновенные. Простые, простые вещи. Слушай, похоже. Да, вот это можно... Вот. Вот. Я в эту секунду... А вы прибежали, вы подумали... Нет, нет, это он показывал. Успокойтесь, он показывал. Это прибежали устроители. Да, я понимаю. Поэтому, наоборот, чем занимаешься? Да есть чем заниматься. Скажи, а это монетизируется хоть как-то? Нет, не монетизируется. А, я расскажу, как это монетизируется. Это гениально абсолютно. Зимой, весной начал выходить там Стоянов шоу. Ну, это канал Россия. Понятно, что там несколько все это иначе. Это очень солидно снято, дорого, богато и с очень крутыми партнерами. А тут-то чего? Жена оператор, голос за кадром ее и главная интрига. Вообще, героем стал не я, а этот голос за кадром. Потому что, ну, что я могу там играть, ну, ну, это все. А чей голос? Все письма, весь резонанс вокруг. А она получилась как бы голосом всех жен России на этой изоляции идиотской. И с ней люди себя самоидентифицировали гораздо больше, чем со мной. И когда начал выходить на канале, увидели то, что я делаю в интернете. И тогда они сказали, а давайте мы будем прорежать. Проредим. Вот этими твоими, я говорю, вот этими минутными, на телефон снятыми. И ОТК пропустило. И было у меня условие, что не будет ни одного вырезанного слова. Вообще. Ну, например, там Штирлиц, там Юрчик, там Юрчик, истинный болгарин, прекрасный семьянин, четыре раза разведен и так далее. Я нажимаю кнопку, открываются ворота. Юрчик ждал этого дня. Он носил маску. Он обрабатывал руки, носил перчатки. Он мыл раствором собаку. И вот этот день настал. Он выходит на улицу и говорит, сосед, а маски-то не отменяли. Надо в масках ходить, потому что иначе оштрафуют. И это был первый раз, когда Юрчик мысленно послал центр в жопу. Но перчатки все-таки наделал. Не потому что боялся, а просто лето было холодным. И это снято абсолютно как 17 мгновений. Нанесли в этой стилистике. Вот это все эти тексты прямо были в эфире федерального канала. Но денег я за это не получил. Ничего. А они очень умно поступили. Они смешались сиюминутную, сегодняшнюю реальность с постановочными, богатыми роликами. И это стало даже важнее, чем все то, на что вбуханы миллионы. Потому что для людей это, особенно со стрижкой, я не знаю, какой-то, но мы снимали 25 минут. Я нашел парику ужасный. Его, по-моему, пожрала моль. Это что-то страшное у него, дикое. И еще я в нем выстрелил какие-то куски и надел этот парик. Я спускаюсь по лестнице, и видны только ноги. Поздравляю тебя. По телеку только что сказали, что карантин снимают. Ну, отлично. А что ты злой-то такой? Ну, ты что, издеваешься, что это, Зоя? Мне-то еще неделю минимум, а то и две. Благодаря тебе сидеть здесь. Блин, ну это надо было вот так вот подстричь, а? Я тебя умоляю. Думаю, что ты там один такой будешь. Там вся страна такая. Ну, или шапку не снимает. Так нормально? Да супер. И этот, вот эта простая, вот эта ерунда, оказывается, всех чудовищно стригли дома. Ну, конечно. И заманца от этого сюжета был гораздо больше, чем от центра, который надо послать. Людей волнует жизнь. Чем от социального какого-то жесткого. Людей волнует жизнь, да. Да, и с Бонни там у меня были всякие по поводу этих самых, чипирование было несколько очень сильных. Так вот, чем я занимаюсь. Вот этим я занимался. А Стоянов шоу будет выходить? Будет. Будет. Но оно... Ты вообще обращай... Да, ты не смотришь телевизор. Вот я тебе расскажу, что сейчас рекламируют телевидение. Недорогие гибкие шланги, федеральные каналы. Зачем это? А денег нету, и вот уже такую рекламу несут. Нет рекламных денег. За 400 рублей можно купить три пары кроссовок и четвертую... Четвертая будет подарок. То есть такая нишевая абсолютно такая реклама... Нищая нишевая. Пятилетровая какая-то, убогая. Это говорит о том, что денег нет. Денег не несут сейчас на телевидении. Ну, нам привычно эта ситуация. Мы жили там в 90-е. Значит, значит... Мы все не висят. Значит, Юрий Николаевич, у нас будет шоу попроще. А ты знаешь, как только возникают у меня какие-то препятствия, я начинаю лучше работать. Лучше. Советский парадокс. Конечно. Так же, как, по-моему, не у тебя ли я это вычитал, что, пожалуй, лучшие картины в живописи произведения были написаны на заказ. Да, это я цитировал Александра Александрова. Потому что так реализуешься подсознание. Но это вот, когда тебе надо что-то сделать, и ты откладываешь, откладываешь, и только когда остается один день, ты придумаешь какую-то потрясающую песню, или замечательный сюжет, или прекрасную роль. Да, мы сдавали штурм, и все получили. Вот как только мне сейчас скажут, значит, денег нет, но вы держитесь, партнеров, пожалуйста, забудьте про звезд, у меня будет вот такая передача. Да. Главное, чтобы они сейчас этого не слышали, то, что я говорю. Я понимаю. А, кстати, какие сюжеты у тебя сейчас стоят на шоу? Я пытаюсь представить, о чем сейчас можно. Ну, слушай, с Мишей Ефремовым у нас было пару очень жестких сюжетов. И, несмотря на всю беду, которая произошла, мне никто не сказал ни одного слова, и все эти сюжеты выходили. Они вышли. В момент, ну, в момент всей этой истории и суда. Никто не говорил, ну-ка, выкидывайте там Ефремова, зачем это нужно. Все вышло. Абсолютно все. Один сюжет я убрал сам, но он Мишу не нужен был бы. Потому что там очень похожая, к сожалению, в смешном сюжете, очень похожая ситуация, он бы сработал просто очень против него. Минус, да, конечно. Против него. Там чудовищное попадание. Там просто жуткое. Когда-нибудь, Мишка, я его ему подарю. Да, это да, понятно. Сейчас нельзя. Я на случай с Ефремовым, я совершенно не собираюсь его замолчить, потому что мне бы не хотелось, чтобы мы все забыли про него. Про кого? Про Ефремова. А мы не забыли. Мы должны все-таки помнить. Во-первых, мы не знаем еще, как все закончится. Во-первых, она не закончилась. Не забывая про Мишу, мы, конечно, не будем забывать про это несчастье и про человека, который ушел из жизни, этот парень. Но про живого тоже не будет. И про живого тем более не надо забывать, потому что тут еще можно помочь. Помочь. Помочь, да. Тут еще можно помочь. Вот что в этой ситуации меня убило. Актер вызывает дикую злобу. Потому что вы якобы сливки на акции, а вот мы простые люди. Раньше такого не было. Вот это гордое. Мы простые люди, а вы сливки, и вы нас давите. А можно было заснуть любимым артистом в витрине магазина мебельного? Можно было. Да, и проснуться. И проснуться, и кругом улыбки вызывало. Это, да, Андреев и Олейников. Да, вот это вызывало восторг. Почему? Ну, это еще довольно безобидная история. Да. А почему? И в костюме Сталина можно было проехаться в машине, чтобы тебе все честь отдавать. Да, да, и в костюме Ленина пойти в буфет и выпить водки. И не сажали. С чем это связано? Почему актер стал вызывать такую дикую ненависть? Вот мы простые, а вы сливки. Во-первых, это жуткий абсолютно миф о том, что среди актеров огромное количество пьющих и богатых. И алкоголики. А среди врачей, а среди военных, а среди милиционеров, а среди хирургов и реаниматологов. Ну, слушай, мы-то знаем. Да. Ну, там пьют. Ну, да, Миша слаб был по этой части, но не до той патологической степени, которая ему приписывается для начала. Потом его никто никогда не видел. Я бы так сказал, если бы у меня спросили, пил ли он на площадке, например. Я бы сказал так. Я не видел. Я бы ответил умно. Я бы ответил так. Если бы когда-нибудь это заметили, то тогда бы я поверил. В кадре или зрители бы заметили. То есть в сухом остатке можно сказать, что нет. В результате можно сказать, что нет. Потому что лучше так сниматься пьяным, чем, как у нас многие снимаются, трезвыми. Лучше бы они пили. Понимаешь? Естественно. Да. Почему? Откуда это? Ты понимаешь, я думаю, что на драматических и киноактеров перебросилось отношение людей вообще к шоу-бизнесу. Да, вообще к элите. Да, вообще к этому. Я думаю, причина в этом. Вот этот бесконечный глянец. И у нас есть какое-то количество дураков, которые, бывая в Европе бесконечно, не заметили, что вообще-то стыдновато там ездить на Феррари. Уже стыдно. Это неприлично. Дом должен быть красивым внутри, а не снаружи. Снаружи это может быть сарай. Все что угодно. Кичиться бабками не стыдно. Я бы сказал, но если на понятном им языке, я бы сказал, что это не модно. Так они лучше поймут. Я рассказывал тебе, когда мой знакомый архитектор пришел к очень богатой женщине, уже в наше время, но разбогадевшей в 90-е, 2000-е. Он задал ей вопрос. Ну какой вы хотите, чтобы я вам дом построил? Ну вот какой? Ну хоть как-то задачу поставьте. Она говорит, задача очень простая. Чтобы было богато, но чтобы не смеялись. Это очень точный человек. Невозможно. Почувствовал. Уважать. Эту перемену. Чтобы какой-то вкус. Этот перенос, вот это слово появилось, это определение «они». Они. Мы простые. Они. И это касается... И это вот очень удобно еще кому-то, кого к этим «оним» не причислили. Они могут занять эту же позицию, будучи на самом деле очень богатыми, очень пьющими и так далее. Да, ну они попадают в свои. Они попадают в свои. Он. Он. Ну, не знаю, я... Вот сейчас будут писать. Вот еще месяц и начнут писать про наверняка про ситуацию с вампирами средней полосы, потому что вместо Миши буду сниматься я. Я представляю, как это будет пережевано. Я уже это все читал. И в интернете. Особенно в... Теперь они будут защищать Мишу. Да. А ты будешь тервять их. Нет, но там они пишут, что... Хотя ты спасаешь на боже. В свое время был снят с роли, а теперь будут полностью из-за того, что там снимался Ефремов, переснимать этот сериал. А правда такова. Это классная история. Очень классная. Вампиры средней полосы. Про вампиров, которые попадают в наше время, и просто они это ангелы. По отношению с теми... Сравнивать с тем, что мы имеем. Да, и с тем, с кем им приходится иметь дело. Я снялся в «Пилоте». И «Пилот» получился очень сильный. Я получил лучшую мужскую роль на сериале «Пилотов» за эту историю скромную, 30-минутную. И потом у людей были проблемы. И длились эти проблемы года полтора у этой группы. И когда они мне позвонили, мы готовы сниматься через две неделески. У меня уже подписан был договор, я снимался в другом фильме. Тогда они меня спросили, ну дайте совет, ну кто может сыграть? Я сказал, есть два варианта, они противоположные. Вот поверьте мне, не прогадайте. Если возьмете. Первый – это роман Мадянов. И абсолютно противоположный ему – Миша Ефремова. Они оба очень удачные. Зависит от того, какое вы снимаете кино. Если вам нужен абсолютно народный, мясистый фильм, вы берете Рому Мадянова. Если вам нужен неоднозначный такой персонаж, вы берете Мишу Ефремова. Оба потрясающие артисты. Они взяли Мишу. И вопрос не в том, что случилось с Мишей, а вопрос в том, что началась пандемия. А успели они снять всего 40%. Ну а потом, когда сняли карантин, уже была эта история с Мишей. Скажи, пожалуйста, вот ты начал внешне походить на Евгения Матвеева, главного красавца. Это когда я зачесан назад. Ну да, да. То есть, значит, все вместе мы похожи на Брежневе. На Брежневе, конечно. Да, очень похожи. И в ровке, и да, и все. Главного красавца советского кино. Не хочешь ты сыграть трагическую? Вот патриота. Вот человека от почвы. Я, ты знаешь, о чем мечтал в все время? Меня Илюха когда... Я же не хотел вместе с ним сниматься, слушать. Царство его небесное. Потому что Илюха был уже очень знаменит. Попрос, конечно, интересный. Не хотел сниматься в кино. А в кино? Потому что уже шлиф. Да, я не хочу говорить, чтобы в кино... Они будут все равно, это будет приглашение в кинотеатр посмотреть телевизор. Посмотреть городок. Посмотреть телевизор. А он говорит, а что ты? Я говорю, ты понимаешь, вот если бы это было, они сражались за родину... Вот я бред. Вот тогда вдвоем, да. Очень наглядный пример. И в окопах. Да, геройски у том, что Александр Ивчук, что... Да, как они были. Я говорю, а что, не было таких, как я, ополченцев? Да были еще и не такие. Профессоров не было, еще кого-то не было. Это я не намекаю на особую свою какую-то утонченную внешность. Нет, ну ты мог бы. Нет, нет, ну просто это были штатские. С одной стороны крестьян, а с другой стороны рабочих. Да, штатские люди. У Тихонова такое пролетарское происхождение. Абсолютно, да. Но он аристократ. Ну вот этого, вот этого страшно не хватает. То есть очень не хватает в кадре беды мне. Беды. Ну так ты бы мог это сейчас... Но сейчас один так, одна такая история есть. Наконец-то, да. Я снялся в сериале, очень странном, который называется Марлен. Имя этого человека расшифровывается как Маркс-Ленин. Естественно. Так назвали его родители. Папа у него был преподаватель марксизма-ленинизма. Это все, что его связывает с тем временем. Но плюс какие-то там понятия профессиональной чести, неумение брать взяток. Ну какие-то такие очень просто выписанные вещи. Но он очень странный персонаж. Это такой русский Коломбо. Немножко... Но он следователь. Да, он следователь, который расследует только резонансные дела, связанные с селебрити. Вот грубо говоря, Миша был бы его клиентом. Если бы было вообще там серьезное следствие. Которого нет. Да. Вот очень странный человек. Человек очень одинокий, который втихаря ходит в народный театр. И очень любит художество. И играет. Да. И обожает работу. И вообще он артист. Но это дело. Но это Максим под березов. Ну есть. Да? Да. Но ты сыграешь, да? Да, я уже сыграл. Я уже снялся. Уже? И называется Марлен. Марлен. И это абсолютно трагическая штука. Не трагическая, но невеселая. Невеселая. Невеселый персонаж. Я бы так сказал. Хотя от него исходит огромное количество юмора. Но он не шутит. Он не хохмит. Он не тамадит и не репризничает. Убийство есть? Навалов. Навалов. Слушай, а кино не планируется никакое? Ну вот сейчас я... Я к сериалам не могу себя заставить относиться к сериалам. Что хочешь? Хорошо. Но «Метод Каминский» ты не смотрел? Метод? Метод Каминский. А, нет, нет. Я смотрел с Кабинским. Ну если ты доверяешь мне. Ну хорошо. И хочешь получить вот наслаждение. Хорошо, да. Всего 30 минут в день. Получаса. Посмотри этот сериал. Посмотрю. Метод Каминский. Каминский. Вот фамилия такая. Каминский. Австрийско-польская. Это история о пожилом преподавателе мастерства актера в Голливуде, которого играет Дуглас. И о его старом, еще более, еще старше его лет, наверное, на 8-10, агенте. Богатейшем человеке, который вообще не ходит на работу. И это такое смешение жанров, когда ты не определишь вот эти слова. Не формат. Формата нет. От безумно смешных кусков до невероятно пронзить. Главную роль играет Дуглас. И вот его агент, замечательный артист, у меня вылетела фамилия. Ну если даже на похоронах из похороны жены, они не боятся. Они сумели выжить. Да, вот это они не боятся. Я тебе передать не могу. А ты бы, Юра, снялся, ты бы сказал, как ну шина, ну традиции, ну нас не поймут. Полевать это все абсолютно сломано. Так это, знаешь, это фильм еще о том, что если жизнь после 60-ти, он о дружбе, как ни странно, о сексе, немолодых и любви, и может ли все это быть, очень немолодых людей. И там это патрица, которые не понимают, в чем старость. Старость в глазах окружающих. Они абсолютные два пацана. Это верно. Они абсолютных два пацана. Когда они друг с другом. Но когда ты на них смотришь не глазами, и вдруг, я же старый. Я старый. Когда со стороны. А внутренне они два пацана. Два мальчишки. Слушай, а что ты делаешь с этим ощущением? Потому что это очень нерадостно. Пока мне не напоминают, да, но когда напоминают, я начинаю. Это серьезная штука. Вот ощущение себя в возрасте. Потому что иногда так посмотришь, думаешь, Юр, вот эти узенькие брючки-то. Уже как-то не оно. Вот я тут видел одного в кадре. Седого. С хорошей очень краской на голове. Очень хорошо подобранная краска. Но в кадре видно. И вот эти брючки. Вот что тебя, на нем они тебя ломают. А когда ты сам надел, ты считаешь, что это хорошо. Нормально. Ну да, это как мы с тобой говорили когда-то. Ты там любишь, допустим, Хемингуэя. Как правило, до 18 лет. И вдруг рядом какой-то подонок говорит, что Хемингуэя гениальный писатель. Ты же ему будешь два часа доказывать, что хуже Хемингуэя писателя. Понимаешь? Это мне нравится Хемингуэя. Да, а тебе не должен. Не должен. Не имеешь права. И как ты борешься? Ты знаешь, как я борюсь? Я хочу все время найти какое-то понимание себя в возрасте. Вот в чем он? Я должен себе ответить. Болтает ли меня в моих каких-то позициях, в ощущениях? Болтает. Сегодня так, завтра иначе. Это первый признак. Нет, ну ты не закостенел. Это признак жизни. Совсем нет. Ну понятно. Дальше. По здоровью вообще нет вопросов. Он сделал прививку от коронавируса. Ничего даже. Сделал? Да, даже не почувствовал. А польза есть? Ну польза будет через дней пять. То есть антитела? Ну у моих друзей невероятные цифры абсолютно. У переболевшего человека 150 антитела. А у привитого 1600. Ну как? Ну куда ты денешься? Надо сделать. Это показывает просто банальное тестирование. И ничего не происходит. Вообще. Ну у молодых у них посильнее иммунитет. У тех, кому 20-22, ну может быть там потрясет 30 минут. У моей дочки была температура 36,9 в течение часа. Если это можно считать температурой. Нельзя. На этом закончены. И все. И сразу иммунитет? Нет. Через две недели. Надо продолжать себя беречь. Но потом уже можно. Но потом в красную зону волонтерам. Пожалуйста. Ну как вариант. Но во всяком случае, во всяком случае, ты защищен. А где ты сделал, расскажи. Я делал его прямо в институте Гамалея. Я в числе этих 40 тысяч следующих добровольцев. Но в Москве пока всего 3 тысячи сделали. Это абсолютно бесплатная история, конечно. То есть и я могу пойти? Не знаю. Я по блату сходил. Скажу честно. То есть ну как по блату. Я узнал. Один мой товарищ ему сделали. Я сказал, ты можешь позвонить? Он говорит, да пожалуйста. Он позвонил. Я пришел. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Какая-то-то-то-то-то-то-то. Маленькая беседа, анализы взяли. Не было антител, да? Нет, у меня нет. Нет, нет, нет. Не было. Не было. Воткнули и стало. Да слушай, одна секунда, укус комара. Это небольшой баллон-то? Да вообще ничего не чувствуешь. Ничего прекрасного. Это какой-то подкожный укол. Надо сходить. Да, конечно, надо. Ну, конечно, надо. Ну, гарантии какие-то дает. Ну, вот ты говоришь о возрасте. Говорят же, что до 60. Вот в чем твой возраст. Я же сделал эту прививку в возрасте 63 лет. Значит, я уже на три года моложе. Все время обошлось. Главное не встречаться с одноклассницами. Да, с одноклассниками еще можно. Но когда ты встречаешься с одноклассницей, не падай в обморок, потому что она тебя увидит точно таким же, какой ты увидел ее. Вот про это не забывай. В глазах, в глазах возраст, в глазах тех, кто напротив. Я вообще никогда не встречаюсь с одноклассниками. Я даже не знаю, куда они все делись. Я не знаю. Я этому очень рад. Одноклассников нет. Ну, потом они в Одессе. Понятия не имею. Ты когда последний раз там был? Не так давно. Я был зимой. Ну и как? До всего вот, до закрытия всего этого. Ну, я ездил, у меня такой точечный очень визит к маме, связанный с ее здоровьем, организовать уход там. Но не выступать. Нет. А как физически это сделать? Это нереально. Я не хочу, чтобы мне кто-нибудь что-нибудь крикнул из зала, я это очень болезненно восприму. Я этот город по-прежнему считаю своим. Да. В большой степени. И я считаюсь с новыми реальностями. Я их могу понимать. Я могу сочувствовать. Но я сердцем... Со мной произойдет что-то нехорошее, если у меня начнут выяснять, где чье, кто и так далее. Да. Чье это, чье кто. Да, не очень. Возвращаясь обратно, я считаю, что я для этого города сделал не так мало. В крайней мере, все, что я играл, везде можно было подсмотреть. Везде можно было найти какого-то маньякого одессита. Одесса. Ничего не сделаешь. Я очень люблю, и для меня, ты понимаешь, я физически ощущаю, если бы можно было жить вот так, как живут, скажем, американские актеры, абсолютно все равно, где у тебя дом. Слушай, ну живешь ты в Одессе, а снимаешься в Москве. Живешь в Нью-Йорке, снимаешься в Лос-Анджелесе. Да. Место жизни, это там, где тебе хорошо. Да. Место работы, это там, где ты нужен. И все. Если бы у меня там была работа, я жил бы там, конечно. И я бы жил. Какая же жизнь? Какая жизнь? Слушай, вот пресловутая проблема, актерская психика, она гибка. Ты можешь в любую минуту начать изображать другого человека, я это видел много раз. Иногда, иногда не задумываясь о том... Как-то со стороны выглядят. Иногда это как Хайт и Джекель, когда ты не контролируешь процесс. Бывает. Но как ты справляешься с этой гибкостью психики вообще? Понимаешь, ведь это очень расшатанное сознание. Нет, не расшатанное. Я не считаю... Ну, есть, конечно, повышенная возбудимость такая. Конечно. Есть, она есть. И пластичность это называется. Есть, но вот... Вот очень странно, я ведь живу кусками. Я живу там... Вот, например, я знаю, что впереди у меня будет один человек, который мне надо играть. И я вот... Иногда... Дома у меня привыкли. Я какой-то кусочек не завид... Могу просуществовать как этот человек. Очень странно. Вот. Я могу идти по улице, и мне надо танцевать... Вот я понимаю, ага, он неуклюжий, пожилой. Она говорит ему, станцуй. Она ему говорит, станцуй. Не буду я танцевать яблочко, не буду я танцевать риориту. Или твиши. А я возьму, посмотрю в тиктоке какую-нибудь фигню. И этот... И вдруг я могу идти по улице, и вот так встать, и вдруг сделать вот так. И потом так сделать. Как бы оправдать, протереть ботинок. Да-да-да. Откажется и пойти дальше. Это странные моменты, но они веселые и счастливые. Это под... У тебя мозг рабочий, тебе становится весело. Ты заржешь и пойдешь дальше. Я... У меня не бывает трагических проявлений этого. Даже когда я играю самую тяжелую какую-нибудь в театре, и очень грустную, серьезную какую-то работу, а такие тоже были, ощущение после спектакля невероятной легкости. После пережитого. Да. Очень большой легкости. И когда тебе казалось... И вообще надо играть очень уставшим. Вот я сколько раз себя ловил. Выходишь ожившим. Я сколько раз ловил себя на этом. Вот не надо. Встану в одиннадцать утра. Я съем слегка прожаренный кусочек мяса. Хорошо, это будет медиум вэл. Я не буду пить. Потом я выпью кофе. И немного шоколада. Я буду долго думать об этой роли. Потом приду на сцену. И обосрусь. А я встану в девять утра. Схожу поплаваю в бассейн. Потом я поеду что-то озвучу. Потом съезжу в магазин. Куплю все, что нужно на неделю для дома. Потом я еле успею. Ворвусь в театр. Думаю, что ты как-то совсем уставший. И потрясающе сыграю. Да, и выйдешь свежий. И приду домой. Как огурчик. Молодой, да. А очень сцена оздоровляет все-таки. Вот такая история. А что ты сейчас играешь и где? Где тебя смотрят? Сейчас я только в МХТ. Здесь, в Москве. Я играю там Женееву Кочкарева. Очень люблю эту роль. У меня было две любимых роли. И я еще обожал роль Гаева. Как я любил Гаева в Вишневом саде. И я надеюсь, что его так не играли. Как его играл я. Я надеюсь. Кого? Я его играл как человека, который безумно любит эту свою сестру. Да. Безумно. И от этого он ее страшно внешне ненавидит. Не может ей простить это из-за губы. У нас был момент, когда в зале началась такая ржачка. Правда, я Чехова переврал чуть-чуть. Это с Ренатой? Нет. Это я играл с... Это был проект Театра Франка и Россия. Ступка. К юбилею Ступки. Его номер, и мы сделали сами этот спектакль. Ступка должен был играть Фирса. Сейчас его играет Любшин. Там было такое место. Она вбегает и говорит. Шкафик мой. Шкафчик мой. А потом у нее фраза. Столик мой. Смейте надо мной. Я ловил этот момент до столика. Она влетала. Шкафчик мой. Я просто тихо говорил. А вон еще столик. Столик мой. Я два раза только Чехова переврал. Когда она говорит. Вот видишь? Дерево. Похоже на маму. И она говорит. Похоже на маму. Похоже на маму. Я долго смотрел на это дерево. Вот скажи мне. Дерево похоже на маму? Спроси меня. Дерево похоже на маму? Не очень. Но это он делал. Потому что он все время это в ней снимался. А как он ее любил. И все время поддатый. Все время выпивший. Дуплетом желтым. Какая была Шарлотта. Это невероятная. Мне тебя очень жалко. В прошлом была русская актриса. Он нашел все англичане. И он нашел блестящую. Живущую в Лондоне. Он нашел русскую актрису. Потому что вот ему нужно было. Вот это ему нужно было. Я всегда одна. У меня хорошая вещь. Гениальная роль. Гениальная роль. Очень хорошая роль. Да и в общем пьеса ничего себе. Классная. Только надо играть как смешной. И тогда будет грустно. Много уважаемый шкаф. Да. А Фирс Любшин теперь? Фирс Любшин. Очень хороший. Передвой. Да, могу себе. А ты знаешь, когда играл гафт Фирса в Баку, чем закончился спектакль? Ну, он уходит в шкаф. Там было так. И пауза большая. А потом же они говорят, Фирса, Фирса забыли. И надо вернуться. И там пауза на сцене. И когда он ушел в шкаф, возникла эта пауза. На сцену вышли люди в черных костюмах. И заставили весь шкаф корзинами с цветами. Они решили, что спектакль закончил. Похоже. То есть он не смог выйти. А когда мы играли для учителей русского языка и литературы, женитьбу. У меня сидели мои девочки, дети в зале. А там учительница. Слушай, одна учительница другу спросит. Так а за кого она замуж-то в результате выйдет? Агафья Тихоновна. Слушай, а кого, кстати, кто играет Агафью сейчас? Пегова. Ира. Ой, какая прелесть. Ну, это же трагическая роль. Ну, Пегова может. Она так и делает. Может, да. Она робкая должна быть такая. Ну, вообще ничего. Ну, там же еще такая штука. Там же очень часто забывают, что Гоголь сделал же гениальную вещь. Там все происходит в один день. По концентрации еще чувств. Мало того, что желание невероятное и решается жизнь. Это еще все происходит в один день. А под колесим кто? Стас Дужников. Огромный человек. Да. Огромный. Ну, он и должен быть. Огромный. И я... Мне тоже меня спрашивал Игорь. Хочешь сыграть под колеси на бене? А-а. Вот они два товарища. Два товарища. Вот возьми огромного парня. При большом человеке всегда должен быть кто-то поменьше. И который руководит. Я первый снял на телевидении в 90-е годы Валуева. Тогда. Боксера. А рядом с ним ходил его товарищ. Ничего смешнее в жизни я не видел. Он был ему реально по пояс. Это не образное выражение. По пояс. По пояс. И когда... Валуев, кстати, очень прилично знает поэзию и авторскую песню. И он такой был очень застенчивый парень. И он говорил. Юрий Николаевич, вот когда мне вот тут играть... И он его боялся. И вот он был главным. А ты Дружникову по пояс? Дружникову не по пояс, но у нас была очень смешная история, когда мы чуть не сорвали спектакль. Почему-то я вдруг отвлекся. И вот он стоит передо мной, Дружников. Вот эти 140 или сколько килограммов живого веса. И вот еще вот такой фраг. А я за ним. Я выстраиваю очередь из женихов. Такой гэг. К ней выстраиваю, стою за ним. А сзади, за мной, стоит еще два человека. Я смотрю на эту спину его. Я смотрел, смотрел. Потом повернулся и сказал моему партнеру шепотом. Ты знаешь, я вот на такой кухне полгода, полжизни прожил. Потому что он мне напомнил площадь моей хручевской кухни. Ну, поскольку играешь Гоголя, то и мыслишь по-гоголевски. И у него с тех пор кличка Стасик Кухня. Потому что я чуть со сцены не ушел. Вот я просто увидел кухню, что стоит моя кухня. Но только она еще и разговаривает. И Гоголя играет. Потому что, знаешь, я думал, я уйду со сцены. Мне плохо просто стало. А на следующем спектакле я все время путаю Качкарев и Подколесин. Две фамилии. Когда представляемся мы, видите ли, она держит книгу и отмечает, кто пришел. И я говорю, Подколесин Иван Кузьмич, представляюсь я, будучи Качкаревым. Барнетт долго на меня смотрит и говорит, вы уверены? Я говорю, абсолютно. Еще щелкнул по гусаку. А справа стоит перепуганный Подколесин Дужников. А она показывает на него. Я говорю, вот как люблю друга своего я. Иногда Подколесиным и представляюсь, сказал я. Но до этого сзади яичница сказала, о, два Подколесина. Пойду-ка я отсюда. Нам тут ловить нечего. И ушел за кулисы Серега. Два Подколесина. Неплохо, да. Вы там, я чувствую, отрываетесь. Бывает. У нас по ходу программы обязана быть рекламная пауза. Мы уже не молодые. И для нас действительно давление вопрос актуальный. А давление, ведь, собственно, как это привязать к теме искусства? Ведь искусство, оно измеряет давление, строго говоря, в обществу. И сейчас это давление, прямо скажем, зашкаливает. Поэтому я рекламирую тонометр. Тонометр, который вот мне его принесли. Этот тонометр называется Bewell. Bewell – швейцарский бренд. И все приборы сделаны в Швейцарии. Технология интеллект-классик обеспечивает комфортное измерение и точный результат. Вот эта вот манжета, она очень широкая и конусообразная. На любую ручищу это можно надеть. Простое управление одной кнопкой не требует специальных врачебных навыков. Есть индикатор аритмии, позволяющий выявить нарушение сердечного ритма на ранней стадии. Тонометр автомат – это комфортное измерение и точный результат. Что, собственно, от него и требуется. Как ты относишься к необходимости сниматься в рекламе? Ведь это же было в твоей жизни. Было, да. И как? Один раз, большой раз, такой, пролонгированный. Да. Я с гордостью вспоминаю об этом. Расскажу почему. Как почему? Потому что, когда я пришел в эту компанию, сейчас можно уже говорить, потому что я не имею отношения к этому, триколор, который обеспечил все дачные участки, отдаленные какие-то территории, появились эти тарелочки, и какой-то минимум каналов обязательный, который гарантирует эта тарелка. Действительно, это был самый дешевый контракт. Самый дешевый в России. Это первое. То есть не обманывали. Я это все выясняю. Я такой человеческий маркетинг провожу, того, что надо рекламировать. Было 4 миллиона домохозяйств, у которых были эти тарелки, на момент, когда я начал это рекламировать. Кроме того, придумывали рекламу я и мои авторы. Я не болтал то, что мне подсовывали на бумаге. Они принимали эту рекламу. А когда я ушел из этого проекта, таких домохозяйств было больше 12 миллионов. Если умножить на 5 человек, по сути, мы охватили все взрослое население России. Я не находился в финансовой и коммерческой зависимости от этого результата. Но дело благое. Но у меня было ощущение, что можно вот так, можно и что-то хорошее сделать с помощью рекламы. Но рекламные гонорары тогда были намного ниже, чем сейчас. Конечно же. Они сильно отличались от нынешних гонораров, связанных с банками и какими-то там финансовыми услугами. Вот три колора я рекламировал. Но я там существовал, я играл разных людей. Я не был стояновым. Я не говорил, идите, покупайте тарелки и устанавливайте цифровое тене. Ты работал в масках. Я был в масках. То есть я существовал в своем формате. Скажи, пожалуйста, вот когда дети выросли, у тебя нет тяжелого комплекса вины, что ты больше ими не руководишь? Вот у меня взрослый сын, дочь уже совсем взрослая. И я с ужасом думаю, что, наверное, надо вот хлопотать, надо заботиться, надо здесь сразу звонить. Ну, в общем, у меня комплекс вины перед взрослыми детьми. У тебя нет этого? Ты знаешь, я вот люблю к тебе приходить. Почему? Потому что очень часто ты формулируешь... Неприличные вещи. То, что я чувствую, но не говорю. Ну, как? Да, конечно, абсолютно то же самое. А я думал, это я такой не буду. Нет. И что, у тебя есть ощущение, что дочка живет неправильно, а ты не можешь ее наставить? Не неправильно. Ну, вот послушай, вот она закончила школу. Окончила с золотой медалью, которую дали левой ногой все это как-то. И поступаю на вопрос, куда? Когда поступлю, тогда узнаешь. Я выясняю, как это так. Ну, как? Ну, как? Она говорит, она считает, что все, чего она добьется в жизни, у всех всегда будет ассоциироваться с твоей фамилией. Да. И она боится, что если ты узнаешь, куда она поступает, то ты используешь какой-то ресурс. Я говорю, правильно, боится. Какой-то использую. Ну, человеческий, естественно, никакой другой. Ну, поэтому ты и не знаешь. Я говорю, а ты знаешь? Она говорит, ну так догадываюсь. Я узнал о том, что она получила 100 баллов за творческий конкурс. А ЕГЭ у нее были 196 два экзамена. То есть почти 200 за оба. Ну, по сей день мне не разрешают говорить, куда она поступила. Ну, поступила. Ну, да, поступила. И ты не знаешь, куда? Нет, я знаю, куда. Она мне не разрешает никому говорить. Но ты мне потом скажешь. Потому что там узнают, что она моя дочь. Но фамилия у нее твоя? Да, моя. Ну, мало ли стоянок. В МХТ два стоянных работают, и они не мои родственники. Не родственники? Нет. Ну, мне ты скажешь потом. Конечно. Когда эфир закончится? Да. И никакой ресурс... Тебе понравится название этого волоса. Но задействован он не был никак. Ну, как я не знал, куда она поступает? Ну, вот не знал. Нет, ну, когда мой поступал, я, конечно, не знал. Конечно, меня это бесило. Но сделать я не мог ничего, потому что у меня в актерской... Ну, хорошая ведь позиция. Ну, ведь хорошая она по-человечески. Она объяснимая, но обидная. Но для отца жуткая. Для отца обидная. Тем более, что отец и так всегда виноват. Почему нет? Ну, не значит, что помочь им. Почему? Я же горжусь тем, что у тебя золотая медаль. Я горжусь тем, что ты так потрясающий, без всяких репетиторов, без ничего такого. Ну, понимаешь, ты такой бренд, что как-то это вызывает некоторые действительно всегда подозрения. Ну, слушай, но я же бренд, не сделавший этой стране людям ничего плохого. Да, ничего плохого. Поэтому не знаю, сколько хорошего и прогрессивного немного. Но уж плохого точно не сделал. Ну, вот важный вопрос. Что для тебя входит в понятие «хороший человек»? Я не могу этого определить. А мы с тобой на сцене... СДЛа. СДЛа не пришли в формулировки. Не пришли. Ну, может, у тебя что-то... Что такое хороший человек? А у тебя не возникало такой первой мысли? Что ты сразу думаешь, а вот я хороший человек? Я точно знаю, что нет. Через себя. Я... Я и не плохой, но и не хороший. Я знаю, что, конечно, я не полная «гэ», но я бы себя хорошим человеком тоже не назвал. Не назвал. Поэтому берем... Ну, знаешь, мы знаем изнутри, потому что извне это все говно не просачивается. Нет, нет. Мы его внутри сдерживаем. Если вот взять все твое хорошее, все мое хорошее... Получились бы два хороших человека, ну, полтора. Все хорошее Шукшина. Да. Все хорошее Высоцкого. Хотя там и плохого много было. Но Шукшин-то был вообще невыносим просто. Да. Совершенно невыносим. Да. А представляешь... А вот я вот вдруг думаю, что представить себе, что в литературе не было бы... В советской литературе не было бы этого человека. Для меня это... Да, зияние огромные. Это дыра для меня невероятная. Невероятная зияние. Вот я не могу представить, что... А видимо, все-таки и надо что-то. Именно Шукшина. Да. И именно для артистов. Потому что ты не представляешь, какой это океан. Это спектр, да. Почему он так сказал это слово? Почему ты его говоришь, и они лежат? Надо что-то... А ты со сцены его читал, да? Читал. Чего? Играл. Что? Играл на сцене. Срезал, играл. Капустина? Да. Да я играл... Ты что думаешь? Я только риэлторов играл. Нет, я понимаю. Капустина – это мразь. Да. Играл. А как... Слушай, а ты смотрел недооцененный абсолютный фильм, где режиссером был Любшин и назывался «Позови меня вдаль светлый». Ну, конечно, да. Ты помнишь... С Ульяновым, да. Ты помнишь этого человека, когда он рассказывал мальчику, что когда... А вот когда у тебя руки... Главное, что руки есть. На гармонике ноги тебе отрежут, а ты всегда можешь... И когда он пришел в компанию эту, где он временно завязавший, и как он набирал... И помнишь, как он начинал злиться? «Небо, небо, 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 небо!» Он пел. Как это здорово сделано. Я... Это надо быть очень плохим артистом, чтобы плохо сыграть. Очень плохим артистом. Какие-то вещи надо гением прощать все-таки. Конечно. Вся невыносимость... Вот если мы их всех соберем... И, в общем, на фоне Шевшина... Очень хороший человек. Большинства современных новеллистов просто нет. Потому что это действительно высота такая, что куда вы там с вашими пальцами? Ну, я слушал недавно, смотрел интервью Жени Гришковца. В передаче, как называется, тоже ютюбовский канал, еще не поздно. А, да, действительно. И вот они... Там здорово был один момент. Наверное, Женька думал, что он не попадет в эфир. Они заговорили о Солженицыне. О Солженицыне Женя сильно скис. Пытался быть корректным. Ну, он намекал, что ему тяжело это давалось, тяжело читать. И он говорит... Ну, он говорит, ну как... А он почувствовал ведущая это. И говорит, ну как, а представьте себе, что не было бы Солженица. И Женька так наклонился и сказал. Ну, Жукшин же было бы. Я другого не понимаю. Это очень стрёмно, то, что я процедировал. Стрёмно, но это понятно, да. Но для художника... Для художника... Объясним. Объяснимая абсолютно позиция. Другое дело, я не понимаю, почему Гришковец так серьезно себя воспринимает. Ведь это же... Женька? Да. Нет. Это вот... Это вот... Нет? Это то, как мы отражаемся вот в этой дырке. А внутри там этого нету, вероятно? Невероятно ранимый. Невероятно... Что ранимый, я верю, но это же... Невероятно обидчивый. Очень честный. Очень... Он очень... У него очень интересное нутро. И вот за этой... За этой такой какой-то кажущейся снобистской небритостью, за вот этой вот... Там скрывается очень-очень ранимый и честный парень. Мне кажется, он был бы гениальным актером, но вот литература... А то, что три года на флоте. Ты вот глядя на него, можешь представить? Нет, нельзя. Три года на флоте. Да. На флоте срочную службу. Вот этот Женя Гришковец. Да, ужасно. Картавый. Который приходит к своему замполиту там на корабле, или как он называется, капитану второго ранга, и говорит, мне 18 лет, а я узнал, что у мамы и папы... У меня брат родился. Они, видно, не сказали мне, когда я в армию уходил, думали, что я смеяться буду. Меня забрали на флот. А у меня брат родился. Гришковец говорит, отпустите меня, пожалуйста. Он говорит, Гришковец, я тебе отпустить не могу. Понимаешь, вот только в случае, вот если бы, если бы там, не дай бог, там, мать или отец, вот если бы он умер, брат, я бы тебя отпустил сразу. А я так... С радостью, да, да. Да, это я не могу. Похож, чрезвычайно. Мы всем задаем вопрос, с каким животным вы себя ассоциируете. Ну, ее собакой. С собакой. Ну, какая-то собака, Николай Ильич. Не породистой, а очень такой красивый. Как раз, если уж так, то ты сеттер, мне кажется. Ну, может быть, наверное, я собачник, я в них отражаюсь. Я тоже собачьи. Я их обожаю. Из-за их преданности, сварливости, из-за их инстинкты, по которым они всегда хорошие. Ну, ты знаешь, я узнал недавно вещь, которая меня жутко расстроила про собак. Потому что может руку насквозь прокусить. Почему они так встречают убитых? Ну, лучше, может, этого не знать. Я говорю, ну, почему? Потому что у собак нет чувства времени. Да? Да. Поэтому и уходя на миг, навек прощайтесь. Когда уходите на миг, да. Да, когда уходите на миг. Это про собаку. А у тебя, ну, наоборот, очень острое. Да. Ты собака с таким чувством времени. Да, да. Но ты представляешь, оказывается, ты ушел на 20 минут, а для него у тебя не было вечность. И ты возвращаешься, и отсюда вот это вот. Да. Да. Ты она. И вот здесь чесать. Дай Бог тебе здоровья. Увидимся. Спасибо. Пока. Это было гениально. Продолжение следует... Продолжение следует...